Привет, дорогой. Быстро, оперативно, чётко. Получилось так сегодня. Здравствуйте все. Пока мы с тобой вдвоём, может быть. К нам присоединяются. Ну и мы, друзья, в горизонтальном формате, чтобы запись можно было выложить потом на YouTube. И сегодня наша встреча с Владимиром Майковым, проводником в мире эволюционных практик и человек, который открыл множество мастеров и множество направлений для русскоязычного пространства. И сегодня у нас с Владимиром встреча такая немножко спонтанная. Мне интересно расспросить о ваших текущих активностях, потому что это самый такой передовой край. Уже не одно десятилетие на передовом крае разных-разных подоков эволюционных. Хочется затронуть также тему целостного эволюционного развития во времена таки ускорителей, как личные кризисы или какие-то системные кризисы. Что это такое целостное развитие и как эту концепцию вы будете раскрывать с коллегами, с большой командой коллег с 6 по 9 октября на передной трансперсональной конференции, которая пройдет в Казани. Друзья, если вы находитесь в России, то вживую это одна из лучших возможностей и взаимодействовать с мастерами такого уровня. Это не просто будут люди, которые будут говорить. Это будет формат различных практик. Три дня такой мощный ретрит. И если получится, мы готовы ответить на ваш самый актуальный вопрос. Хочется, чтобы эфир был для вас с большой, максимальной пользой. Вот. Давайте начнем, Владимир. Что происходит сейчас? Я приветствую. Спасибо, Антон, громадное, за то, что ты поддерживаешь регулярно, круглосуточно все наши движения, не только российское, мировое. Где бы ты ни находился, ты идешь в авангарде, среди лидеров эволюционного процесса и организуешь. Спасибо за то, что вкладываешь свои ресурсы и таланты организатора. Спасибо, дорогие участники нашего эфира. И я думаю, что многие из вас уже были на эфирах фестиваля эволюции, который вот уже три года проводит Антон. Ну, я ему помогаю тоже с командой эволюционеров, как мы говорим. И да, да, конечно, у нас в Казани будет замечательное трансперсональное событие, не только трансперсональное, конечно, потому что мы говорим трансперсональное, но подразумеваем эволюционное, развивающееся, то есть и интегральное, и духовное, и практики развития всевозможные, йогические, энергетические, практики, связанные с искусством. Поэтому, ну, не нужно загонять себя, если мы используем слово трансперсональное, в какой-то конкретный лоно, связанное вот с таким, с академическим трансперсональным проектом, там, Гроф и компания, грубо говоря. Нет, в нашей компании Кен Вилбер и все интегральщики мира, в нашей компании духовность мировая во всех ее ликах и представлениях, в нашей компании процессуальщики, в нашей компании замечательный проект Майкла Мёрфи, в нашей компании российские выдающиеся мастера, и многие из них будут на конференции. Так что это по сути, по сути, вот обычно мы проводим фестиваль эволюции онлайн, а это офлайн, фестиваль эволюции. Вот такая версия, живая версия фестиваля эволюции. Ну и существует добрая традиция с тех пор, как Гроф привнес в этот мир практики холотропного дыхания, добрая традиция открывать вот такие живые конференции днем холотропного дыхания. Я сам участвовал на многих международных конференциях и несколько организовывал в России международных конференций, и там всегда в первый день конференции, если программа была 5 дней, допустим, предконференционный день мы это считали, была сессия холотропного дыхания, потому что это объединяет, потому что это повышает уровень энергетики, потому что это раскрывает и прочищает нашу оптику, органы чувств, потому что это генеральная уборка организма, которая так необходима для того, чтобы впитать в себя новое, а на такого рода событиях, уверяю вас, всегда бывает много-много нового. И в жизни каждого из нас от одного фестиваля эволюции к другому фестивалю эволюции проходит не просто 365 дней, а 365 дней познания, постижения, тренировки, развития, то есть 365 дней эволюционной практики, и это дорого стоит. У нас хотим мы этого, не хотим, мы переполняемся новым, пропитываемся новым, и нам нужно, нам хочется этим делиться, нам хочется это отдать. Вот, по сути, такая образная характеристика, что такое наши конференции, что такое наши фестивали. Ну, и времена меняются, поэтому обновление всегда такой бесконечный процесс. Расскажите, пожалуйста, что будет, какие основные, может быть, модули, блоки, практики, что на конференции ждет участников в течение трех дней, месяц до начала с небольшим, ну, наверняка уже программа готова на, у вас она уже, может быть, месяца два готова, ну, наверное, на процентов 70. Вот программа прямо передо мной на компьютере висит. Она давно, конечно, сверстана, уточняется, сейчас она на 90% уточнена. Ну, это живой организм, что-то всегда меняется. И, в общем, я могу сказать, что я сам в восторге от этой программы. Если бы кто-то другой где-то организовывал, да, организовывал эту программу, я бы вот использовал все возможности для того, чтобы туда попасть. Просто для того, чтобы присутствовать, послушать, не для того, чтобы выступить на этой программе. Хотя у меня тоже всегда есть чем-то поделиться. Например, вчера в Московском институте психоанализа была такая предпремьера, я бы сказал, нашего фильма, который мы вот сейчас заканчиваем скосом. Это «Команда. Путь сердца» Константин Викторович Смирнов. Мы с ним давно сотрудничаем, но это наш первый полнометражный, полноценный совместный фильм. И, в общем-то, на правах, я думаю, третьего сорежиссера нам помогает Олеся Автукова. Это уже из команды «Путь сердца», которая мне всегда помогала в моих предшествующих фильмах. Она полноправный сорежиссер этого проекта. Ну, я автор этого проекта, потому что пришло от меня вот эта тема, это видение, понимание. Поэтому фильм, он построен как определенного рода божественная комедия Данте. То есть я, как Вергилий, путешествую по кругам жизни, духовным измерениям жизни в усадьбе Орвидаса, как скульптор литовской, который потомственный изготовитель надгробий. То есть с детства он на «ты» со смертью. Смерть всегда рядом и советует. Обостренное экзистенциальное качество жизни, поразительное чувствительность восприятия и прорыв, то есть преодоление католичества, литовскости, маленького этноса, три с небольшим миллионом человек, и открытие космосу, и творчество, вояние уже не надгробий, о освобождении, как он говорил, из камня, душ всех народов, всех существ, всех шаманских духов, всех языческих богов, всех мировых религий. То есть он воял из всех вообще мировых духовных традиций. Вот фильм, собственно говоря, об этом прошел. Это такие самые последние... Фильм об этом, и вчера прошла премьера. Ну, это он еще не запомнился. Предпремьера, да. Ну, то есть она уже полноценная, там будут еще изменения какие-то, некоторые изменения существенные. Сейчас один из лучших российских мастеров работы со звуком, Друкоса, делает звуковые пространства к этому фильму. Ну, в стиле, где-то если... Не то же самое, но в стиле Соляриса. Соляриса, Тарковского, вот эти, то, что Артемьев сделал, про пространство такое вот с электродной музыкой. Вот такие вот пространства, чтобы раскрыть мир Оргидеса. Ну, и мы планируем, что будет также с нами сотрудничать, будет один из лучших мастеров спецэффектов, потому что какие-то вещи нужно передать вот на уровне спецэффектов, таких достаточно сложных, компьютерных есть мастера. Мы сейчас ищем денег для того, чтобы вот закончить эту часть картины. А в плане сценария, съемки там все уже сделано. Осталось вот перевести фильм на английский язык, там подготовить субтитры, потому что... Я думаю, что, судя по тому, что вот вчера было на премьере, а мне и приятно, и в то же время немножко скорбно было это слышать, некоторые люди говорили, говорит, Володя, это лучший фильм, что ты снял. Ну, я думаю, что это благодаря Олесе и Косу прежде всего, но вполне возможно, что вот эта история целостная, потому что там как бы этот фильм можно объять, он более в этом смысле легок для понимания, потому что предыдущие фильмы, они более сложны, их нужно порой смотреть несколько раз. Ну, вот это горячие новости у нас скоро. Здорово. Друзья, я, пользуясь случаем, сейчас скажу то, что четвертый уже фильм такой масштабный Владимира, и в открытом доступе есть фильм «Инструменты», а нет, «Танец бесконечности», который вот прямо сейчас после эфира, если вы не видели, рекомендую вам посмотреть, и это будет таким еще одним мостиком на трансперсональную конференцию. Следующий фильм «Инструменты эволюции» большой есть тоже на странице Владимира в «Эволюционном кинотеатре», и интереснейший фильм «Тайны Карлоса Кастанеды», уникальный во всем мировом пространстве. Ну и вот Владимир анонсировал, что четвертый – самый еще успешный и интересный. Посмотрим, да. Ну, я надеюсь, что скоро там нужно кое-что доработать, и второй, третий фильм тоже я выложу в YouTube. Ну, просто некоторые вопросы с копирайтом. Там придется заменить некоторую музыку, потому что она не удалось договориться, и поэтому вот адекватные помощи музыка будет вставлена, в отношении которых нет никаких проблем с копирайтом. Я выложу это все в YouTube, чтобы максимальное количество людей, интересующихся этой темой, смогли посмотреть. «Танец бесконечности» – это культовый фильм. Я его пересматривал больше десятка раз, и, мне кажется, пройдут годы, десятилетия, и он не устаревающий. Поэтому огромная благодарность. У меня вот в планах еще 10 фильмов снять. 10 фильмов. Следующий, пятый фильм о героизме и путешествии героев. Потом о просветлении. То есть, ну, целая цепочка фильмов, потому что, ну, как ты хорошо знаешь, у меня есть сайт, страничка моих эволюционных проектов, и там вот уже 6 курсов выложены. Там путь творца, что такое просветление, путешествие героев, сам себе психотерапевт. И вот по каждому этому сюжету, а то и с направлению, а сюжет определяется фундаментальным, сущностным направлением развития. То есть то, в чем мы можем развиваться, достичь мастерства, то, что способствует нашей эволюции. Я хочу снять эволюционный фильм. То есть, если будут ресурсы и все будет нормально, то дело пойдет, и в течение ближайших нескольких лет вот вся эволюционная вселенная будет выражена и на художественном языке в виде фильмов вот такого вида. Но они разные, конечно, потому что «Кастанед» — это фильм об одном развитии эволюции, он концентрирован на «Кастанеде». Фильм «Сад душ», он концентрирован там на «Вилюсе Орвидосе», но там много других важнейших моментов и о сущности психотерапии, сущности арт-терапии, об образовании общеевропейской тени, способы лечения его, о целительных пространствах и их создании, о том, что психотерапия — это еще и пространство, которое исцеляет. То есть много-много-много идей упакованы, и я думаю, что это может быть полезно многим творческим людям и какие-то семена будут посажены благодаря этому каким-то мощным, конкретным исследовательским проектам. В этом, собственно говоря, моя цель и состоит. И я буду очень рад, если фильмы будут помогать для нашего общего развития и выращивания. Что касается других ближайших тем, которые в моем пространстве, это с 6 по 17 сентября у нас будет наконец-то сертификационный семинар международной программы «Тренинг наследия Грофа». И несколько десятков россиян в основном, хотя у нас есть люди из Белоруссии, из Казахстана, получат сертификаты Грофа и будут иметь полное право вести семинары по холотропному дыханию и другим практикам, связанным с необычными состояниями сознания. Использовать эти гигантские ресурсы. Это дело всей жизни Грофа. Это кульминация трехлетней программы обучающей. Трехлетней программы и уже в декабре мы начинаем новый цикл. Запись открыта уже на сайте, так что можно присоединяться к следующей большой программе. То есть это тоже очень важно для нас. Программа сертификационного семинара очень насыщенная, очень интенсивная. С нами там, кстати, будет участвовать как участник семинара Вадим Демчок, тоже всем известный, который давний, преданный фанат холотропного дыхания. С тех пор, как в 80-е годы мой ученик провел для него в Петербурге, он был молодым актером, провел сессию холотропного дыхания, и она стала раскрывать его таланты, те семена, которые в нем росли, но пока не могли еще пробиться через многие толщи земли. И Вадик стал практиковать, тогда, как и все пиратские холотропное дыхание, и раскрываться. И уже через несколько лет он написал книгу, самоосвобождающаяся игра. Мы с ним познакомились, подружились. Книгу эту я издал, ну и все знают Демчока. Так что Вадик участвовал на многих сессиях у меня программы холотропного дыхания, он сделал специальный выпуск мистера Фримена для 17-го Всемирного трансперсонального конгресса, Игров был, и другие великие трансперсонологи в восторге. Так что Вадик тоже будет участвовать, и даст в Алаверде, что называется, Демчока, мастер-класс театр реальности. Это его последняя книга. Театр реальности тоже шедевр. Так что у нас будет водное дыхание, у нас будет суфийский зикр, у нас будет 8 сессий классического холотропного дыхания, у нас будут фундаментальные лекции и мастер-классы по, например, архетипической астрологии, мой давний друг, Академия астрологии Левин, всем известный широко, вот он с нами целый день и даст сведения в архетипическую астрологию, а затем у нас будет архетипический астрологический театр. То есть много практики будет каждый день, много. И будут замечательные мастер-классы команды Германа Карельского и всех-всех-всех остальных. И Марса Сары по транспорциональной сексологии, я дам несколько мастер-классов. В общем, будет очень круто все самые техники интеграции, будет много творчества. Каждый участник подготовил уже свое выступление «Мой холотропный путь», вот о своем жизненном пути, такая духовная автобиография во время тренинга. Привезет свои мандалы, которые нарисовал во время трех лет тренинга и по мандалам расскажут свои путешествия. Будет творческие импровизации каждого участника, как бы вот поделиться из глубины своим творчеством, своим творцом со всей группой. то есть будет очень-очень круто. Владимир, участники получают право на сертификат. Ну, это само собой, конечно, право. Если у них нет профессионального образования, то есть, если у них образование в другой области, они получили высшее образование, тогда всегда есть возможность пройти годовую программу у меня по транспорциональной психотерапии и консультированию в МИПе, в Московском институте психоанализа. Есть две версии онлайн и версия вживую. Любую можно выбрать, так что, если даже человек живет далеко от Москвы, можно учиться в онлайне. И полученный диплом дает право по российским законам на работу. То есть, тогда, имея международный диплом Грофов и имея российский диплом, человек может практиковать всю оставшуюся жизнь до наследия Грофа, делиться ими. И становится автоматически членом ассоциации трансперсональных психологов или как ассоциация называется? У нас ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии, которая проводит 22-ю конференцию в Казани, по желанию у нас нет никакой обязалоки. Хочется становиться, пожалуйста, мы с радостью открыты и профессионалам, и непрофессионалам. Мы профессиональные ассоциации, но открыты для профессионалов, потому что мы понимаем не вот такой открытый характер трансперсональных дел, практик, потому что трансперсональная это не только психология, это и коучинг, это и искусство, это и политика, это и медицина, то есть это все может быть трансперсональным, то есть быть в духе. так что можно... И многие ваши ученики, которые также когда-то рискнули приоткрыть дверь и шагнуть туда в бесконечность за вами, это сейчас ведущие коучи, работающие с людьми, с бизнесом, друзья, вы можете туда войти как и для себя, так и для своего профессионального развития в этой сфере. Не обязательно ученики, многие коллеги, потому что много семян в России, вот таких вот было еще в давние брежневские времена, когда я вошел в эти круги. Так что много пересечений. Ну, скажем, Женя Пустошкин там, ну, я знаю, что он в близких отношениях с Тыном Сойдла, это один из патриархов вообще трансперсонализма, редактор знаменитых сборников Voices of Russian трансперсонализм. Это человек, который принес книги Грофа переводчику Виталию Николаевичу Михейкину в конце 70-х годов. То есть вот это один из наставников Жени Пустошкина. Другой это Дима Спивак, знаменитый ученый, лингвист, его знаменитая книга «Лингвистика измененных состояния сознания» из Института Бехтеревой. То есть вот это вот какие-то корни одни из тех, что я знаю Жени Пустошкина, там у Володи Козлова другие корни, там у, допустим, каких-то лидеров Сибири третьи корни или с юга. Это вот это живой процесс. Дошел и вот мы встретились, нашли друг друга, познали, образовали ассоциацию. Кстати, кстати, вот 22-я конференция. Я могу вот как бы пробежаться галопом по Европе, немножко рассказать, сделать такой короткий обзор истории конференции. Только на участие в сторис на Evolution Fest уже можете зайти и зарегистрироваться. Смотрите, кстати, вот первая самая конференция состоялась с 5 по 11 октября 1996 года. Тогда еще не было никакой ассоциации транспарциональной психологии и психотерапии. Ну, был Владимир Майков, который уже начал издавать книги трансперсональные, издал книги Грофа, издал какие-то еще другие книги трансперсональные. И я был уже сертифицированным ведущим волофрукного дыхания, окончил программу в 93-м году Грофтрансперсонал тренинг. Вечно знал Стэна, конечно, и Кристина Грофтан и уже активно проводил эти занятия в России трансперсональные практики. Вот тогда я и собрал народ в Подмосковье на первую конференцию и конференция была такой эпохальной названием между любовью и смертью «Маятник человеческого бытия». То есть она была посвящена любви, аниму, анимусу. любовь и смерть. Что может быть круче этих двух тем в человеческой жизни, экзистенциалы нашей жизни. Конференция прошла великолепно и зародила одно из важных семен будущего трансперсонального движения. Вторая конференция пока тоже моя авторская, потому что это еще не было ассоциацией, это было многообразие трансперсонального опыта, психотехнологии, трансценденции и экстаза. Мне хотелось поделиться знанием, собрать экспертов и вот всех экспертов, которые тогда уже проявились, я собрал, это был и Володя Баскак, это Бронислав Финогродский, и Сергей Всехсвятский, Саша Гершон, Михаил Жуков, Владимир Козлов, Николай Кудрышов, Ирина Куриц, Яков Маршак, Аркадий Ровнер, Евгений Файбеш, то есть вот то поколение как раз старших трансперсонологов. Третья конференция называлась «Трансперсональные традиции в российской культуре, истоки истории и смысла». Это как бы конференция и одновременно начало моего направления внимания на глубокое исследование глубокой российской трансперсональной традиции. Затем это отлилось уже в виде текста, это второй том трансперсонального проекта, нашего двухтомника с профессором Козловым. Там эти темы были. Это 98-й год. Четвертая конференция называлась «Безумие творчества. Трансперсональный подход» тоже моя одна из любимых тем. Она затем вошла и была не только в виде конференции, я делал летние школы большие семь дней на эту тему, но вот здесь была первая конференция на эту тему. И пятая конференция тоже моя авторская, это «Мандала жизни. Преодоление препятствий для духовного роста и личностной реализации». Ну, один список тем первых конференций уже о многом говорит, что нас волновало, ну и можно все это конкретизировать, темы докладов и так далее. Я, кстати, тебе обязательно пришлю вот эту подборку названий конференции, список выступающих, потому что это может как-то помочь в составлении грандиозной программы четвертого фестиваля эволюции. Будет полезно посмотреть, какие темы мы на каком-то новом уровне. Который традиционно в начале года состоится на новогодние праздники. Да. Это случилось наконец-то. Эта конференция была последней, пятой, которой я в гордом, не в гордом, конечно, это метафора, я никогда не был в гордом одиночестве, всегда были коллеги, но я был главным инициатором, и не было никакой структуры, не было сообщества. И вот, наконец, видимо, уже все мы созрели. В 2002 году мы организовали Ассоциацию трансперсональной психологии и психотерапии и провели первую конференцию уже АТПП, это сокращение Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Это была учредительная конференция и сейчас не буду туда бегать, перечислять темы. В следующем году была вторая конференция, значит, называлась она «Интегративная психология теории и практика», то есть она проходила в Ярославле и идеи как раз школы профессора Козлова там обсуждались и его многочисленные ученики. Третья конференция «Российский трансперсональный проект итоги и перспективы», то есть там до этого была тема посвященная российскому, а здесь мы уже на новом уровне и российский трансперсональный проект стали осмыслять, уже была напечатана моя книга, то есть уже было большее осмысление, большее понимание. Четвертая конференция проходила в Москве и она была объединена с конференцией Европейской трансперсональной ассоциации в Москве «Человек и ценности в связанном мире трансперсональный подход». Ну, такое европейское название было у нее, вся трансперсональная Европа присутствовала, ну и, конечно, весь российский трансперсонализм. пятая конференция «Мужской и женский танец вечности». Это 2006 год в России. Тоже замечательная тема и потрясающие были мастер-классы, практические занятия, доклады, обязательно художественная часть. Шестая конференция называлась «Интегральные практики» «Интегральные практики системы знаний об ускоренном развитии человека». Замечательная программа, три дня конференции, вот она мне перед глазами. То есть, мы развивались, мы охватывали, седьмая конференция прошла в Питере, искусство, сознание, творчество, трансперсональное измерение. Восьмая конференция психология и духовность пути эволюции. То есть, мы как-то вот уже по спирали двигались на новом уровне. Есть, конечно, пересечения большие, но каждый раз мы развивались и находили новые аспекты. Седьмая конференция была одновременно соединена с 17-м Всемирным трансперсональным конгрессом. Это 2010 год, Москва. То есть, мы объединились и это было потрясающе тоже. Тысяча человек в Москве, грофы, сами грофы проводили голотропное дыхание, Алекс Грей, была его выставка, его искусство. Все это было сорганизовано, нашлись помощники, спонсоры, что-то все это произошло. В общем, великое событие. Все материалы, между прочим, семинары, они выложены в интернете, в Ютюбе, так что, кто интересуется, может познакомиться. Одиннадцатая конференция – это пути эволюции трансперсональной практики. Вот тогда уже, в 2011 году, эволюционные темы, они еще не были у меня вот так вот явно осознаны и не стали каким-то главным центром, но они уже так выплывали через разные каналы, осмыслялись. Одиннадцатая, да, это была десятая конференция, а семнадцатый конгресс – девятая конференция. Одиннадцатая конференция – трансперсональный подход в практике психотерапии и коучинга, то есть мы сконцентрировались на такие профессиональные вещи. Двенадцатая конференция – «Между светом и тенью». Магический театр сознания. Тоже такое замечательное название – магический театр, театр, весь мир театра, все мы в нем актеры. Вот эту метафору мы замечательно, я считаю, раскрывали. Такой трансперсональный театр жизни. Следующая конференция, уже тринадцатая – «Мифы реальность, истоки изменений». То есть мы стали смотреть вглубь, в архетипы, в мифологию, смотреть фундаменты истории и психики и событий и изменений. пятнадцатая конференция «Искусство и творчество, трансперсональные горизонты». Да, вот они, какие-то предчувствия внутренние мои, в том числе, потому что я, конечно, как вы понимаете, активно участвовал в выборе тем конференции вместе с президиумом, но где-то я и настаивал там, и убеждал своих друзей и коллег. И вот зачатки как-то будущих моих курсов, в том числе «Пути творца», они вот здесь тоже вспахивалось в поле, как я сейчас понимаю. Следующая конференция, шестнадцатая конференция, российский трансперсональный, сейчас я посмотрю, извините, немножечко проверю. Да, российский трансперсональный проект «Итоги и перспективы». Нет, это я немножко поправлю, это не шестнадцатая была конференция, но неважно. Значит, семнадцатая конференция была в Санкт-Петербурге «Инструменты эволюции, знания и практики, которые делают нас реальными». Да? И эта конференция была одновременно конференцией Европейской трансперсональной ассоциации. И вот я настоял это семнадцатая конференция АТПП, которая была одновременно конференцией Евротаса, Европейской трансперсональной ассоциации. Вся Европа приехала. Я помню, как я настаивал, убеждал своих коллег в Европейской трансперсональной ассоциации о важности этой темы. И вот на этой конференции еще сырые версии фильмов «Тайна Карлса Кастанеда» и «Инструменты эволюции» были показаны, которые были затем доработаны. Это 2017 был тоже, да? 2018 год. 2018 год. Да, следующая это «Жизнь как эволюционная практика». Вот уже мое крещение состоялось, я осознал наконец-то, что я эволюционер где-то в 2016-2017 году. И конференция «Жизнь как эволюционная практика». Тут участникам фестиваля эволюции тоже все понятно. 19-я конференция творчества как суть эволюции. Тут тоже уже все понятно. Эволюция, эволюция, эволюция. 20-я конференция, которая состоялась снова в Ярославле, она опять была посвящена российскому трансперсональному проекту «Итоги 30 лет развития». Мы подводили итоги, смотрели «Дороги в будущее», смотрели следующее направление «Развитие». Ну и, наконец, 21-я конференция «Российский интегральный проект эволюционные измерения». Она была в прошлом году в Москве. И вот сейчас в Казани состоится уже 22-я конференция. Ну, а если брать вот те конференции пять, которые я организовал до этого, когда не было еще ассоциаций, но которые тоже трансперсональны, то это 27-я конференция трансперсональная. Это место встречи, объединения, место, где мы делимся. И вот первый день конференции это «Холотропное дыхание». И затем в конце дня будет, я надеюсь, уже полностью доработанный премьерный показ последнего фильма моего и нашего первого совместного фильма с Косом и Олесей Автуховой «Сад душ» об освобождении через творчество. И затем у нас будет конференция, которая состоит ну вот по такой уже опробированной отлаженной структуре, то есть ну несколько таких пленарных докладов в стиле Теда с утра, то есть коротких по полчаса. Доклады с хорошим иллюстративным материалом, там буду говорить я, будет Римма Набиулина, наш лидер трансперциональных практик из Казани она завкафедра и доктор наук там и так далее. Будет Анатолий Карпов очень видный академический психолог с широчайшими трансперциональными интересами, а затем будет круглый стол, каждый день у нас круглый стол от подсознания к сверхсознанию, интегральные трансперциональные пути, ну и ведущие, конечно, Женя Пустошкин и я этого круглого стола. Так что с прекрасным участием других мастеров. 6 по 9 октября. Да, это 7 числа начнется уже вот такая 6 будет день голодрубного дыхания. И затем нон-стоп в три потока будут у нас мастер-классы после обеда. После обеда и до позднего вечера мастер-классы, которые будут вести по самым интересным темам потрясающие лидеры. И Саша Жвакин, и Гена Бревди, и Макса Шурков, и Марина Кирюхина, моя давняя ученица из Казани, очень талантливый психотерапевт. И вечером, как всегда, будет артистическая программа. Всегда на наших конференциях есть транспарциональное искусство. Затем 8 октября у нас уже не будет утренних докладов. У нас будут нон-стоп мастер-классы, они часовые, и будет круглый стол инструмента эволюции, которые будут вести Рима. Набюлин и Герман Карельский, и замечательные мастера будут выступать. Ну и, конечно, в мастер-классы представят свои ноу-хау последние открытия Женя Пустошкина, Герман Карельский и многие-многие другие замечательные мастера. Вечером тоже артистическая программа, а четвертый день конференции у нас будет целиком онлайн, потому что, ну, далеко не все могут приехать в Россию, в Казань. Кто-то живет из мастеров сейчас за рубежом, ну, например, Антон Апарин, а нам очень важно, чтобы он выступил на конференции, поэтому у нас этот день целиком онлайн. Будет и Вадим Демчок, и Владимир Козлов, и Дмитрий Соколов, Косы Лу, да, Путь сердца, Сергей Всехсвятский, Игорь Беркин, Олард Диксон, Бронислав Иногродский, Лев Гордон, Анатолий Боляев, Дмитрий Шаменков, Ирина Зингерман, Светлана Дороганович, то есть нон-стоп в стиле ТЭД по полчаса, ну, чтобы вот день прошел, и чтобы все смогли это видеть онлайн. Кстати, второй и третий день конференции, где в три потока все идет, тоже будет транслироваться одновременно в онлайне, так что, если у вас нет возможности путешествовать в Казань, вы можете все посмотреть в онлайн, и в любое удобное вам время, даже если вы были вживую, ну, естественно, вы не можете расстроиться и быть на всех трех потоках одновременно, но вы потом все сможете посмотреть в онлайне. Вот такая программа конференции. Целый источник и фонтан трансперсонального знания. Да, мы надеемся, что... И практики раскроются совсем скоро, друзья, вживую это всегда теплее, вот, но также есть возможность онлайн присоединиться, и вообще этот такой тренд нарождается после вот этих ковидных времен, что разные активности из онлайна переходят в оффлайн, вот, и у нас сейчас на Бали тоже несколько предложений по проведению эволюционных здесь мероприятий, тоже мы начинаем работу в этом направлении, вот, ну и у нас будет в конце октября уже вторая конференция интеграл верс по интегральному подходу, мы уже назначены даты с Женей, с Таней, мы там согласовали, и наших активностей еще будет в начале 24-го уже года традиционный фестиваль эволюционных практик, evolution фестиваль восьмидневный в режиме онлайн, вот. Нон-стоп, 8 дней. Да, друзья, поэтому в начале эфира я так проанонсировал, что мы немножко затронем тему целостного развития и развития вот в какие-то такие сложные времена в личном пространстве или в системном. Владимир, давайте, может, поделитесь апдейтом, что сейчас важно и что вот составляет эту карту целостного развития, как человеку в этом всем не затеряться, найти свой путь, при том, что все мы разные, какие есть методы, способы, хитрости, лайфхаки. И вообще, что такое этот эволюционный путь? Тут давайте вот просто к основам прогуляемся. Для того, чтобы что-то понять, нужно поставить то, что мы хотим понять в ряд сходных по смыслу вещей. И когда мы найдем этот ряд и место в этом ряду, у нас возникает то, что вот то переживание, которое мы называем пониманием. Да, вот все начинает резонировать эти смыслы. И если вы, дорогие слушатели, поняли, о чем я говорю, это как раз вот иллюстрирует, как работает механизм нашего понимания. Поэтому вот как нам жить в это время? Древние греки орали, Боже мой, там, Зевс, ты мой, как там жить, как спасаться? И последствия всех мировых религий сталкивались с неисчислимыми трудностями в свои времена. Что здесь самое основное? Самое основное это ты. Это ты и твой путь, твоего высшего развития. Обстоятельства меняются бесконечно, и мы не в состоянии их контролировать. Революционеры изменяют мир, изменяя, пытаясь насильственно изменять людей, рушить, ломать, строить что-то новое, кто был ничем, весь мир мы разрушим и так далее. А эволюционеры работают с обстоятельствами, с миром и продолжают эволюционный путь, работая прежде всего с собой, укрепляя себя. Поэтому в основе всего это точное, ясное понимание, кто такой ты, что такое высшее развитие. И вот, наверное, проверенным уже проверенным тысячелетним опытом человечества, катализатором, помощником для этого является мастера. Они носители высшего развития, духовные мастера, то есть духовный абсолют, мастера искусства, абсолют, выраженный через красоту, через произведение искусства, через творчество, мастера знания, то есть великие мастера знания, это и критические мышлящие на базовом уровне люди, не впадающие в иллюзии, и реальные мастера, охватывающие там все, что известно человечеству, свободно владеющие, передающие на сущностном уровне эти знания другим людям. То есть есть пути духовности, пути искусства, пути науки, но если так немножко огрублять чуть-чуть, мастера работы с энергией. Ну вот на моем языке я эту энергию на сущностном уровне называю героизмом, то есть силу, что движет нами. То есть мастера цигун, мастера кундалини, мастера различных школ йоги, мастера выражения этой энергии через голос, например, то есть великие певцы, великие артисты, те, кто работает с энергией для того, чтобы выразить внутреннюю бесконечность, поделиться ею. Мастера, которые знают и могут помогать другим людям, как работать с препятствиями, которые тоже неизбежно возникают, потому что мы последовательницы многих событий. У нас в качестве такой основы нашей души есть вся переломанная, перекособоченная общечеловеческая душа, анима мунди, с трещинами, разломами, общечеловеческой тенью, основой всех наших заблуждений и проекций. Поэтому, конечно, хорошие мастера, которые уже не просто узкие психотерапевты, даже какие-то локальные психотерапевты, мастера гештальта, телесно-видетельной терапии, мастера арт-терапии, мастера транспорциональной или интегральной терапии, а действительно мастера исцеления в широком смысле, то есть те, которые сами знают, как и помогают другим людям. знания о 13-м подвиге Геракла, то есть, вернее, о 12-м подвиге Геракла очистка, я немножко его перефразировал, авгиевых конюшен бессознательного, авгиевых конюшен души, которых столько, извините, дерьма, что мало не покажется никому. Поэтому со всем этим нужно работать, убирать препятствия, конечно же. И поэтому мастера развития, в том числе светского развития. Вот великолепная карта, которая первоначально была сделана в различных школах психологии, изучающих стадиальное, вертикальное развитие, в спиральной динамике и обобщена Кеном Вилдером в интегральном подходе, который собрал, дал точное описание десятка уровней, десятка линий развития, различных видов и типов развития, то есть описал на точном языке закономерности перехода, трансценденции, включения для того, чтобы этот процесс был гармоническим, без разломов и не образовывал теней. Тень образуется всегда, когда есть разрывы в развитии, когда в новом уровне не включено богатство прежних уровней, когда прежняя история не стала интегральной, неразрывной частью нового целого. Поэтому очень важно здесь владеть вот этими знаниями, этими практиками развития и иметь к ним доступ. И, конечно же, у нас есть замечательные мастера и в России, и в мире, в каждом из направлений. У нас есть вот эти события, точки сборки нашего коллективного внимания, которые, ну, как правило, в формате конференций каких-то, в формате курсов. Вот сейчас Женя Пустошкин проводит замечательный курс, и еще не поздно к нему присоединиться, между прочим, основанный на книге Кена Вилбора «Религии будущего». Так что спешите, и даже если вы пропустили вводные занятия, курс доступен будет вам, как участнику в записи. И это продолжается, это продолжается, продолжается и будет продолжаться. Поэтому самое главное это эволюционное знание и обучение эволюционным практикам. А, конечно же, есть еще обстоятельства. И здесь, ну, существует в этом отношении очень простая народная мудрость. Не будь дураком. Знай мир, в котором ты живешь. Плетьи обуха не перешибешь. Поэтому суфи, нередко мастера, великие суфи, как хаджан и сриин, да, выглядели дурачками, дураками, да, валяли дурака, потому что иначе, да, невозможно практиковать. То есть нужно быть в этом смысле реальным, знающим, мудрым. И только изменяя себя, мы можем изменять, в том числе, помогать изменению других, катализировать и изменять мир, и вместе со-созидать, да, новый мир, это процесс эволюционный, а не революционный. Поэтому нужно понимать, кто мы, да, что такое Россия, тоже уникальный культурно-социальный проект, чрезвычайно ценный для всего человечества. И из десятка, наверное, главных эволюционных проектов на планете Земля, это один из ведущих проектов. И понимать плюсы и минусы других эволюционных проектов, ну, в частности, западноевропейского колониального проекта, который основан на базовой архаичной версии эволюции, борьба за существование, который использует ресурсы других стран, как внешний, выбрасывает хаос во внешний мир, в другие страны. Поэтому там есть много и положительного, и негативного. То есть вертикальное развитие на персональном уровне, вертикальное вот это развитие с включением предыдущих стадий, так и на глобальном планете. Конечно, конечно, да. Если мы во главу глаз ставим только ценностность нас, жителей золотого миллиарда, а все другие используем как ресурсы, выбрасываем туда беспорядок хаоса, манипулируем как хотим, то есть невидим в них прежде всего людей, сапиенсов, свою семью, разумных эволюционеров, главную движущую силу вселенной, то это, конечно, антиэволюционные вещи. Это достаточно большое препятствие для всечеловеческой эволюции. Поэтому вот нужно быть реальными, нужно понимать мир. с точки зрения смотреть и на происходящее в мире событие и понимать свою миссию и вот путь, как мы знаем, коса и команды, путь сердца, вот открытие миссии своей, открытие предназначения, там сотня интервью и фильмов, которые уже выложены на канале, путь сердца, они тоже помогут осознать свою миссию. Помните, как Ницше в Заратустре, пророк, главный герой Заратустры, Ницше говорит, это мой путь, я иду по нему, а где твой путь? Да, вот в виде людей, которые, общаясь с ними, которые нашли свой путь, мы помогаем себе открыть свой путь. Общаясь с эволюционерами, да, мы сами открываем в себе эти возможности, более ясное эволюционное видение. И это способствует как раз тому, что мы понимаем себя больше, то есть мы становимся более реальными. И поэтому мы можем существовать и развиваться в любых обстоятельствах. Кстати, это одна из линий очень важных в последнем фильме как раз об саде душ, потому что Вилли Сорвидас, литовский каменотез, он был необразованным человеком, который не закончил даже средние школы. Он служил в советской армии, это его такой большой опыт путешествий три года вне Литвы. Он никогда не учился искусству и художественных школах никаких не кончал. Он был самоучкой, он общался с кришнаитами, с йогами, с представителями других религий, читал много, впитывал в себя, но у него не было никакого фундаментального образования. И он преодолел и свою литовскость, и свое католичество, и свою необразованность, и стал человеком мира, космическим мастером космического искусства. И это для меня пример фундаментальной независимости и слитности гармонической интеграции с любыми обстоятельствами. И жизни, то есть главное жить в эволюции, ну раньше говорили жить в духе, но поскольку в эволюционном проекте мы видим несколько фундаментальных линий развития к абсолюту, и только одно из них связано с классическим духовным развитием к абсолюту, то вот жить в эволюции, наверное, это самое главное, активно исследовать, искать и не быть дураком. И тогда какие бы ни были обстоятельства мировой эволюционный проект, российский эволюционный проект будет продолжаться. Владимир, спасибо огромное за эфир, очень радостно вас видеть. Всех еще раз приглашаем на трансперсональную конференцию, которая в Казани пройдет с 6 по 9 октября также есть возможность присоединиться онлайн. Также все проекты и активности, которых еще огромное количество, о которых мы беседовали на страничке Владимира на сайте homorealities.ru. Владимир, и вопрос, как говорится, на ход ноги. Являются ли кризисы неотъемлемым таким катализатором и причиной нашей эволюции, как личной, так и коллективной, и если может быть когда-то наступает какой-то момент, когда мы начинаем эволюционировать не через кризисы, а через какие-то другие мотивы, и какие могут быть мотивы, или все-таки кризис неотъемлемая часть нашей жизни, которая может стать трансформировать какую-то боль и препятствия в наши сильные стороны. Ну вот у Грофа, например, есть такое понятие spiritual emergency, духовный кризис. Да, и он раскрывает это понятие через очень древний слоган «там, где опасность, там и спасение». Да, то есть ключ, какой кризис, то, что нами воспринимается как величайшая проблема, как конфликт, как кризис, как невозможная ситуация, потому что мы маленькие, наше эго трещит, у нас нету опыта, нету сил защищаться энергии, мы не привыкли к столь быстрым переменам, мы не успеваем в конце концов дайте нам время отсидеться. А с точки зрения Бога, например, да, высшего взгляда, это величайшая возможность быстрого развития, ускоренных возможностей, но для того, чтобы, конечно, этим грамотно пользоваться, нужно понимать смысл на сущностном уровне, во-первых, что пути эволюции неисповедимы, как и пути Господни, есть много разных треков эволюции с разными скоростями, вот, пожалуйста, мы пришли, эскалатор эволюции, и там несколько десятков движущихся дорожек, путей эволюции, вот такая эволюционная игра Лила, допустим, когда-нибудь она тоже будет создана, я надеюсь, эволюционерами, да, и по какому направлению ты развиваешься, по пути Творца я иду, по пути духовных разных традиций, по пути, например, цивительных практик, по пути энергетических практик, много путей, и на каждом пути много возможностей, много препятствий, много возможностей возвращаться назад, то есть много не сданных экзаменов, это жизнь, что называется, поэтому, ну, первое нужно широко на это смотреть и понимать, что если мы не огранили, если мы не застреваем в клетках, то на самом деле то, что нам кажется кризисом, проблемой, это приглашение к более быстрым развитиям, более быстрым трекам развития, поэтому, по большому счету, развитие это всегда кризис, то есть растянутый на 10 лет, когда мы медленно меняемся или сжатый до нескольких дней, да, когда мы меняемся быстро, и выйти из этого невозможно выскочить уже с этого трека, мы несемся как в серфинге на гребне волны, попробуйте сказать волне, остановись, пожалуйста, я устал, мне нужно равновесие, шторм или цунами там смерть, прекратись, землетрясение, огонь, сжигающие леса, что вы делаете, дайте передышку, вот в центре циклона, жизнь, метафор Джона Лили, циклона, да, она тоже одна из метафор вот развития, кризиса и нашего поведения здесь, то есть найти внутренний покой, не требовать, найти, объединиться с внутренней сутью, и структура любого кризиса, это структура креста, то есть четыре сектора с центром, структура мандалы, четыре базовые перинатальные матрицы, то есть любой кризисный процесс, он на сущностном архетипическом уровне описывается процессом нового рождения, конфликты, проблемы, структуры, быстрого развития, рождения, обновления знаний, экзамены, испытания, везде четыре базовые перинатальные матрицы, и поэтому для того, чтобы стать настоящими мастерами эволюции, для того, чтобы на любом эволюционном треке мы могли как серферы эволюции балансировать, не теряя равновесие, нестись, используя природную помощь, волн, например, ветра, нам очень важно постичь на глубинном архетипическом уровне архетипы четырех базовых перинатальных матриц. Постичь это означает, это и означает, когда мы постигнем, мы получим в свое распоряжение вот этот архетипический перинатальный эволюционный ключ, потому что если до того, как мы постигли, постигнуть это не просто интеллектуально, постигнуть, хотя изучение архетипа, например, архетипа Нептуна, архетипа базовой перинатальной матрицы, архетипа недвойственного состояния, очень важно. Но как ты постигнешь этот архетип, если у тебя нету личного опыта высших духовных переживаний, к тому же осмысленного, если ты не прошел курс с хорошим результатом по интегральной духовности, как двигаться по уровням и как двигаться по состояниям, вплоть до недвойственного состояния, ты не сможешь постичь, ты не знаешь, что такое архетип Нептуна в своей жизни, но если ты постиг, ты стал Нептуном в то же время, и поэтому Нептун, туманка, который может насылать, замешательство, это другое проявление этого архетипа, невласти над тобой, ты и есть Нептун, то же самое относится к архетипу второй базовой перинатальной матрицы в языке астрологии Сатурна. До того, как ты постиг этот архетип, ты в клетке, ты в плену, ты в экзистенциальной ситуации отсутствия выхода, когда ты постиг этот архетип, ты царь критического мышления, ты имеешь системный охват, ты охватываешь разумом, ты владеешь этим, ты постигаешь все структуры в объеме, не упуская ничего. Вот одна из описаний интегрального подхода, между прочим, Кен Вилдер, это великий мастер Сатурна, целостного интегрального охвата, то есть в основе целостного интегрального постижения лежит два первых архетипа, архетип Нептуна, недвойственное состояние и архетип Сатурна. Поэтому, если вы хотите стать мастерами, реально мастерами интегрального подхода, надо на сущностном уровне, фундаментальном уровне постичь вот этот архетип через различные практики, прежде всего, в том числе духовные практики, практики глубинные, метафорические, практики символические, вот тогда мы можем сказать, что я и есть Сатурн. Третья базовая перинатальная матрица, архетип одновременно планеты Плутон, смерть, войны, землетрясение, ад, крушение, и где-то там по завершении новая жизнь, возрождение. И пока мы не постигнем тайну смерти, пока мы не станем танцующим шивой и разрушителем, пока мы не вберем в себя мудрость и силу калия, всегда Третья матрица будет владеть нами. Мы будем добычей страхов всегда, страхов смерти, потому что когда мы станем Третьей матрицей, когда мы проживем смерть, мы получим ключи к новому рождению, к Четвертой матрице, к новому миру, миру урана, обновлению, новой жизни, завершению всех процессов, новым горизонтом и постигнув этот архетип на сущностном уровне прежде всего через свой целостный опыт и энергетический, и телесный, и душевный, и экзистенциальный, и духовный, и творческий, да мы тогда станем четырьмя базовыми архетипами, которые образуют вообще семьи архетипа. То есть вот самый первый архетип это все, целостность, абсолют, а дальше он делится на четверку. Вот почему принцип Криста, Четверицы, Мандалы столь универсален во всех мировых структурах. Почему четыре части мы можем найти в путешествии героя Кэмпела и в любых путях. И в основе этот древний архетип Четверицы с центром. И вот тогда проживя его, овладев им на всех уровнях, мы и станем настоящими эволюционерами. Вот, наверное, что я хотел бы сказать в завершении. Спасибо, спасибо. Но есть ли шанс туда выбраться, пройдя этот круг и, скажем так, творить уже не через кризисы и развиваться? Конечно, шансы есть, конечно. Но шансы, что кризиса не будет никогда и он не вернется на новом уровне. Это жизнь, это Вселенная. Мы не можем запретить сверхновым звездам взрываться или остановить тяготение черных дыр в центре галактики. Мы не контролируем это. Но мы можем это осознавать и, поняв объективную природу этого, мы можем этими обстоятельствами управлять в какой-то степени. Вот это наша задача, наверное, есть, работать с кризисом. Для этого нужна, наверное, смелость. И как раз кризисы прижимают настолько к этой стеночке, что уже не остается шансов. Уже очень хочется поскорее с этими кризисами разобраться. Вот да. Это неотъемлемая часть жизни и нужно постигать и быть с кризисами на ты. Да, и еще одна эта известная цитата. Кого-то жизнь тащит за волосы, а кому-то дорожку выстилает перед собой. Поэтому, друзья, давайте идти навстречу этим сложностям, кризисам, эволюционировать на своем личном плане и это будет выражаться в нашей деятельности. И глядишь, так и на нашем земном шарике все больше и больше будет людей с таким интегральным сознанием, которые видят хомо-сапиенсов и человеков и однопланетян друг в друге. К сожалению, нас хоть и много, но мы такие разрозненные пока и только возникает эта культура у нас в массовом плане. Хотелось бы, чтобы все кризисы вели к развитию и к большей целостности. Это неотъемлемо так и происходит. Спасибо огромное. Владимир, еще раз напоминаю, друзья, что скоро совсем в Казани состоится с 6 по 9 октября 22-я трансперсональная конференция, которую проводит Владимир и большая команда. Я тоже там буду выступать на 4-й день в формате онлайн. И будет, стартует трехлетний, мне кажется, на этом можно сделать особое внимание, в декабре стартует трехлетний сертификационный курс наследия Грофа, второй, который проводит Владимир и команд. И это уже одно из главных событий года, потому что я помню, как был старт 3 года назад этого курса и огромный путь вы проделали, огромное количество модулей и всего интересного. Мы об этом рассказали в эфире, кто присоединился чуть позже, можете здесь найти всю исчеркивающую информацию. Всем огромное спасибо, рад видеть встречу, Владимир, и напишу в личку, у меня есть тоже вопросики здесь по организации как раз оффлайн наших событий. Также в конце октября будет конференция Integralverse, посвященная интегральному подходу для развития человека и бизнеса, ну и ежегодный Evolution Festival фестиваль на новогодние праздники в начале года 2024-го, который мы под таким благословением и поддержкой Владимира делаем четвертый фестиваль. спасибо громадный Антон, спасибо дорогие участники нашего эфира. До новых встреч на различных площадках онлайн и вживую. Удачи вам на вашем пути, дорогие эволюционеры. Всем чудесного дня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok